очередное противостояние тяжеловесов предстоящего турнира и я не знаю как его характеризовать это ну вроде как противостояние опыта и молодость или молодость противостояние короче опыта и чего-то там андрей орловский против джейка колье вчерашний средний вес полутяжеловес и вот такой вот тяж который вроде как не выглядит опасно ну посмотрите на этого парня разве можно подумать что это какой-то жесткий опасный боец и тем более угроза для вот этого парня слева но честно сказать да по факту вот как бы это не было удивительно вот андрей орловский вроде как до сих пор в отличной физической форме все у него хорошо все прекрасно но сейчас он работает все менее интенсивно работает с дистанции с довольно слабыми бойцами отбивается в сплит перевести его можно переработать его тоже можно и джейк колье который несмотря на свой вот этот внешний вид он может проводить тейкдауны он может сабметить и он может выбрасывать просто огромное количество ударов непонятно но факт как это может происходить попробуй объяснить пожалуйста это необъяснимо понимаешь я уже говорил перед прошлым бойком перед прошлым боем до колье я я пытался да за ним там в инстаграме последить то есть когда он юси вернулся после этого простой у него вообще не было аккаунта потом смотрю создал аккаунт выложил там фотку какого-то ресторана типа рекламировал его я такой думаю ну и я понял где ты был все эти годы да где ты проводил лагерь ну вот сейчас смотрю опять удалил аккаунт короче не знаю как он и где готовится но факт в том что человек провел на данный момент после вот этого камбэйка в тяжи неудачного старта со спиналом где он за 45 секунд улетел он провел три поединка перестрелял джанна вилан ты причем легко с карлосом филиппе сплит проиграл но многие с этим не согласны понимаешь это было очень близко и возможно он и выиграл этот бой и далее просто не почувствовал чей за шермана просто что это это вообще кто это боец просто submission через две минуты следующий и прикол в том что действительно колье это человек который на данный момент он может отработать все три раунда в своем спокойном темпе и выбросить под 130 панчей и они каждый человек на это способен давать давай будем честны причем не каждый человек тяжеловес который даже выглядит лучше колье он он ну интересно выглядит откровенно единицы единицы до касается и тяжей которые просто меньше вот меньше массы на себе носят и жировой и мышечной массы так очень здоровых тяжеловесов очень маленькое количество человек которые обладают статусом званием тяжеловеса могут выбрасывать столько ударов за один поединок да ну короче говоря видишь сейчас так получается что ну вроде не так легко его пройти хотя я вот я тебе честно эти откровенно скажу я до сих пор не могу воспринять но не воспринимаю до сих пор его воспринимать и просто говорю смотришь на рекорд его потом смотришь на фотографию не понимаешь где вообще это как они пересекаются каким образом здесь я полностью могу понять я помню этого парня прекрасно когда он выступал в среднем весе да в целом был довольно неплохим бойцом и полутяжек он довольно неплохо выступал но самое интересное в тяжах вот с таким балластом может быть у него вообще проблемы со здоровьем он лучше выступает но при этом причем кстати у него дел он действительно выглядит так как будто у него проблемы со здоровьем но он проходит своих соперников у которых вроде как нет проблем со здоровьем да ну типа не знаю короче да это действие это просто загадка это просто загадка короче смотри он здесь должен был биться с жасином тав и который снялся орловский у нас выходит на коротком уведомлении в очередной раз я напоминаю что андрей у нас последнее время зачастил с короткими уведомлениями до выходит и вот сейчас у андрея три победы подряд перестрелял чей за шермана да окей с карлосом филиппе очень близкий бой очень близкий но все-таки ok но выиграл свандера вот я честно я там не понял почему сплит потому что для меня андрей там выиграл уверенно ну типа два раунда из 3 2 из 3 но опять же он видишь он как он какой закатал с ним бой такой закатал бой свандера что одному суде показал что он этот бой проиграл и по ударам мой был действительно близкий и я хочу сказать что даже чисто вот статистически посмотрите по количеству ударов которые сейчас выбрасывать за три раунда андрей орловский ну как бы скажем так 130 он не выбрасывает мягко говоря мягко говоря то есть крайне три боя вот у него все три боя три раунда смотри сколько он выбросил 105 это было с шерманом 83 с филиппе 64 свандера то есть у него уже просто как какое-то идет вот это вот все меньше и меньше и делая даже не в его соперниках а в том что ну я уж просто вижу человек устает ему сложнее становится да как мне кажется он лучше технически подкован чем джек колье он намного более опытный боец у него лагерь я уверен я не знаю где там колье тренидаю ну понятно дело что мы шутим там про ресторан с тобой я не знаю наверно где-то тренит но очевидно у орловского то лагерь значительно лучше это топовый зал но тем не менее что будет мешать колье просто его перебить по количеству в два раза так скажем вот в два раза допустим и что будет мешать потом опять судим ну немножко не понимать кому отдавать или понимать что не в сторону орловского здесь давать не знаю тем более что действительно колье тут в последнем бою еще и борю подключил я напоминаю ранее в среднем весе он умел бороться было дело да я не думал что у него в тяжах это будет получаться но он в тяжах это оказывается может подключить и не знаю короче я узнаю здесь все к чему это все веду орловский то у нас здесь фаворитом идет за 1 из 72 на данный момент за 2 и 2 кольер и повторюсь я блин я не воспринимаю этого колье я не могу но мне кажется что 1 из 7 на орловского это мало учитывая то что он сейчас показывает потому что он показывает явно да у него тоже здесь все все в порядке три победы подряд но он прям какой-то спад показывает все сильнее сильнее но продолжает на коротких выходить для чего-то джейк колье наоборот да показывает что он может может работать еще и разнообразно работать еще и огромное количество панчи выкидывать не знаю короче я я не я просто не удивлюсь если колье но он просто по количеству переработает если будет нормально знаешь у андрея получаться скажем так там в начале в первом раунде но постепенно он просто устанет и будет меньше и меньше и меньше бросать а колье он своей манере все три раунда кидает и кидает и кидает и кидает удары это просто бесконечно смотрится хотя он не быстрый да я не скажу что он супер техничные но он просто делает свою работу методично медленно без каких-то перерывов вот такие вот мысли, поэтому если честно, вот чисто душой я конечно, я за Андрея, я честно говорю, я ему здесь желаю удачи и надеюсь переработает он этого соперника но если вы рассматриваете с точки зрения ставок, вот я для себя именно вот Орловский за 1.7 это большой красный крест ни в коем случае, нет, он для меня не интересен за 1.7, ни в коем случае именно по кефам здесь может быть наоборот интересен колье но опять же, вы уж сами смотрите кто вам здесь больше нравится мне лично Орловский больше нравится, я ему здесь желаю удачи да, ребят, тут разница лишь в том кому вы симпатизируете как фанат, так как я так понимаю, большинство будет все-таки болеть за Андрея Орловского и желать ему удачи и по сути это единственное что вас как-то может заинтересовать в этом поединке, потому что с большой долей вероятности это не будет типичное противостояние тяжеловеса, в котором мы можем ожидать такого конь очень зрелищного нокаута, да конечно оба не могут упасть и мы видели в нокауте и колье и Орловского тоже видели мы в нокауте тем более, что до недавнего момента он вообще там чуть ли не самым главным хрусталем значился у фанатов и поэтому нокауту здесь тоже удивляться не стоит, но я если честно не ожидаю здесь какого-то невероятного зрелища и вполне не удивлюсь какому-то близкому поединку, который отдадут судьи с плитом и оставят после этого еще кучу вопросов но я абсолютно согласен с тем, что у Джейка колье шансов сейчас может быть даже и больше и как андердог он вполне себе имеет место быть ücksудившей cotер и б дэд их «б Tik,